В приюте для бездомных людей открылась мастерская по производству кожаных изделий. Здесь работают его постояльцы, которые успешно прошли реабилитацию и обучение. Производство открыли благодаря средствам президентского гранта. Наш проект действительно уникальный, потому что наша задача вернуть бездомных в общество. И с помощью возвращения их к трудовой деятельности мы как раз ту задачу решаем. То есть у нас ребята работают, которые раньше жили на улице, а сейчас они уже по факту мастера-кожевенники, которые самостоятельно зарабатывают, уже по факту могут самостоятельно жить и себя обеспечивать. Основная цель проекта – предоставить людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, надёжную и интересную работу. Артель находится рядом с приютом. Здесь помогают начать новую жизнь всем, кто оказался в трудных условиях. За шесть лет через нас прошло уже больше 1200 человек. То есть у нас находятся люди с инвалидностью бездомные, люди при выписке из городских больниц города Москвы и Подмосковья. Также люди просто, которые обращаются в наш приют. Мы работаем по разнообразным программам. И наша главная задача, чтобы человек не пускал руки, а поверил в себя и вернулся. Виталий приехал в Москву на заработки. Рассказывает, его ограбили, украли деньги и документы. Жизнь на улице привела к обморожению и ампутации. Казалось, выхода нет. Выбраться из беды Виталию помогли именно в приюте. Здесь не только дали крышу над головой, но и помогли приобрести новую профессию. И вот уже три месяца он занят любимым делом. Сейчас здорово. Никогда не думал, что кожа настолько, ну как, интересно, податливо с ней работать. Достаточно интересно. Что-то новое для себя открыл. Прям очень затянуло. Как-то прям впитывать начало. Легко удалось. Своё что-то добавишь, где-то что-то сыграешь с кожей. Как-то, ну, чем она интереснее, естественно, тем она лучше. Если тебе понравилось, человеку по-любому понравится. Мастерству работы с кожей обучают подопечных приюта опытные наставники. Я уже занимаюсь кожей больше 10 лет, где-то было 12-15 лет. Сначала обучаются это в приюте. Там тоже есть мастерская небольшая. Они там обучаются месяца три. Начинают, то есть они получают первые навыки в кожаном деле. А потом переходят ко мне. То есть приходят сюда, и мы уже более сложные изделия делаем. Сегодня в ассортименте в мастерской большой выбор изделий. От сумок до обложек на паспорт. Продукцию заказывают корпоративные клиенты и все желающие. Это не просто покупка стильного аксессуара, но и вклад в доброе дело. Елена Тараненко, Вильфрид Димковский. Новости. Химки ТВ.